Приветствую всех зрителей своего канала и эта серия будет посвящена опять Карли Дэвидсон Breakout 2014 года выпуска. В предыдущем видео я рассказал свои впечатления о мотоцикле, как я его купил, что выбирал, что нравится, что не нравится и то, что хотел бы доработать. Сейчас расскажу, что мы будем конкретно делать. Как я говорил ранее, я хочу поставить на мотоцикл Дракбар вместо такого изогнутого рубля. Дракбар мне прислали, вот он упакован. Посмотрел, вроде бы неплохо смотрится, покрашен. Делают ребята недалеко от Казани, ссылку оставлю под видео. Будем его устанавливать, чтобы придать мотоциклу более спортивный, агрессивный вид. Такой будет Дрекстер. То есть сейчас ближе к Чопперу руль, на мой взгляд, а будет мотоцикл чуть пониже, будет такой более агрессивный вид. Из того, что сделано, пару классическую я поменял уже. Заказал такую. Заказал из Китая, с Алиэкспресс попробовал, посмотрю, как будет светить. Меняется она несложно. То есть если сравнить с корпусом оригинальной фары, вот такая фара стояла. Наполнение внутренности тоже это не оригинальное. Оригинальный. В 2014 году там ставился галогеновый модуль, поменянно светодиодный. Но фара имеет такой более классический вид. Мне кажется, это ближе именно к Чопперу. От новых брейкаутов в фарах имеет больше такой, мне кажется, спортивный уклон. Устанавливал сам. Не сильно сложно. То есть в принципе, вот пришла посылка в такой коробочке. Инструкция. На английском языке. Вот такая. Ну, в принципе, все понятно. Фара, в отличие от оригинала, ну то, что я, по крайней мере, заметил, то есть здесь покраска такая, ну порошковая, больше матовая. Мне кажется, у оригинала она глянцевая. И в плане установки. То есть у брейкаутов у них траверсы, на верхней траверсе специальные крепления под фару. На брейкауте моего года выпуска такого крепления нет. Но в комплекте идет такой вот переходник. Как происходит установка? Ничего сложного. То есть здесь есть крепление под оригинальную фару. Мы его откручиваем, снимаем фару. Откручиваем вот эту гайку. Приподнимаем чуть-чуть бак. За провод сети фары вытягиваем крепление, отсоединяем и отсоединяем, соответственно, фару. Здесь мы прикручиваем переходник вот этими болтами. То есть крепление руля откручиваем, вынимаем болт. Вставляем крепление, ну и, соответственно, притягиваем. Вот так. Регулировка. Ну, здесь вот такое крепление. Ничего сложного, в принципе, нет. Единственное, с чем столкнулся, то, что когда фару я прикрутил, видимо, покрытие довольно скользкое и затянуть ее не так легко получается. То есть пришлось делать какие-то прокладки. По качеству освещения. Если сравнивать с этим светодиодным модулем, во-первых, то, что я увидел. Эта фара, которая предыдущая стояла, она еще вибрировала от оборотов. На этой фаре, за счет вот этого крепления, вибрации никаким образом на свече не сказывается. Когда установил эту фару, сразу заметил четкую линию освещения. Ну, светит, на мой взгляд, получше. Не супер, но получше, чем та. Также у него появился режим. Сейчас покажу. Ну, это из разряда. Ключное зажигание. Фокус. Вот. Такой. Момент. Ну, и непосредственно сам свет. То есть, как можно видеть, есть четкая граница. На предыдущей фаре такого не было. Ну, и, соответственно, как она выглядит. Вот так это выглядит. Также, напомню, у меня есть обтекатель. Так, маленький ветровичок. Он стоял уже на мотоцикле. Кстати, этот ветровичок заточен как раз под фару нового образца. Вот именно под эту фару. Я его сейчас установлю и покажу, как это выглядит с этим ветровичком. Визуально, на данный момент, по ощущениям, вот, немножко выливается вот этот изогнутый руль. То есть, это больше, мне кажется, чоперная тема, а фара ближе уже к драгстерам. То есть, более такой, какой-то спортивный мотив. Поэтому будем менять руль на драгбар и смотреть, как это будет выглядеть. Но пока просто все эти детали шли, мне уже мотоцикл начал нравиться и в таком классическом исполнении. Ну, посмотрим. В любом случае, все это поставим. Покатаюсь, посмотрю, сравню. И тогда буду решать, оставлять новое или опять вернуться к стопу. Потому что вот серебристый цвет, он с хромом, мне кажется, обязывает не вот классике. В общем, крепим обтекатель. Кронштейн под обтекатель уже здесь есть. Грубо говоря, просто прикладываем, болтиком притягиваем. И буду показывать, как это будет выглядеть. Ну что, все готово. Прилепили обтекатель. Ну вот, он как раз заточен под эту фару. Мотоцикл выглядит. Вот руль. Ну, надо драгбар поставить, сравнить. Просто силуэт тогда будет такой, больше, более такой, какой-то спортивный. Сейчас все равно чопперу. Ну, посмотрим, опять же. Это кусовщина. Сейчас покажу, как выглядит с обтекателем. По поводу фары, закончили. Также поближе покажу кронштейн номера, который мне изготовили ребята. Прислали. Не, ну, выглядит он очень аккуратно. Только вот, конечно, просчет по размерам. Поэтому, если будете заказывать, желательно, чтобы вы померили расстояние внутреннее. Точно. Чтобы не пришлось подтачивать. Вот так это сзади выглядит. Цифры залепил. Не знаю, зачем. Ну, пускай будет так. Меньше цифр в интернете. Я думаю, хуже от этого никому не будет. Да и лучше тоже. По поводу света. Вот такая четкая световая линия. От этой фары получается. На вот этой фаре такой четкой световой линии не было. Ну, светила она, не могу сказать, что она хуже, супер хуже. Но светила нормально. Опять же, дело впуск. Что у нас еще? Сумочка. На маятник. Я ее снял пока. Также будем делать. Кронштейн не пришел. Но здесь нет подсветки. Заказал подсветку. Такая она в виде болтика. Заказал оригинальные разъемы. Чтобы в проводке ничего не колхозить. Провода не резать. То есть оригинальный разъем. Чтобы можно было подключить светодиод по проводам. И в оригинальный разъем. Сейчас покажу, как выглядит разъем для подсветки номера. В такой коробочке они и пришли. Вот такого типа разъемы. Используется на Harley Davidson. Прайкал 2014 года. По одному элементу не получилось купить. Вообще у нас в городе я не нашел. Где можно такое приобрести. Пришлось заказывать. Заказывал я даже не помню откуда. Там шли они. Откуда с Новосибирска что ли. Ну вот такого плана. Разъем. Вот так он называется. Пришлось купить комплект. Если кому нужны будут бумаги. Мне это нужно все равно. По сути только один. Так что будем подсоединять. Что-то светодиоды я не знаю. Ну светодиоды потом покажу уже. Когда сделаю до конца. И будет тогда уже видно. Такой небольшой. Может быть два. Может быть один. Посмотрим. Как будет смотреться. Так же нужно будет убрать некоторые косячки. Тут на поворотниках есть косячки. Надо будет их покрасить. Так же приобрел. Ну после покупки мотоцикла. Как обычно обнаруживаются всякие косячки. И вот я обнаружил при протирке. Что здесь стакан лопнул. Видимо. Ну не беда. Я нашел новый оригинальный. Уже заказал. В общем где-то он здесь лежит. Сейчас его будем искать. А вот здесь соответственно. Сама новая деталь. Новенькая. Тоже установил. В общем будем приводить мотоцикл в порядок. Отдавать потом детейлинг. После всех процедур. И наслаждаться ездой на красивом мотоцикле. Все. Я думаю на этом. Эта часть видео закончена. Следующая часть видео уже будет. Либо из сервиса. Либо с улицы. Когда все это установят. Спорт. Так? lower. ИНТРИГЛИТСПОВ. Там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...